Кризис 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 была подана, к сожалению, не на все дома. После чего Евгений Анатольевич начал компанию, общаться с населением, где прямым текстом сказал, я не дословно, но смысл передам. Пока вы находитесь в управляющей компании «Пассат Энерго», воды у вас горячей не будет. Перейдете в муниципальную управляющую компанию, вода будет. То есть это условие сейчас стоит перед населением, то есть идет шантаж, идет выкручивание рук. На 1 октября прошлого года МУП теплосеть была в переплате у нас порядка 37 миллионов. На 1 октября прошлого года теплосеть не имела долга по газу, то есть долг составлял ноль. На сегодняшний день долг составляет свыше 150 миллионов. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Не прошло и полугода, долг накопился, следовательно, денежные средства теплосеть не оплачивала. Но, тем не менее, все вопросы относятся к нам. Я прокомментирую лаконично, это правда. И я присутствовал при написании этой расписки, в получении денежных средств. И все мы понимаем с вами, акции – это имущество, следовательно, если вы продали. А как оказалось в дальнейшем, почему газета «Ярмарка»? Вот здесь есть представители «Ярмарки»? Значит, газета «Ярмарка» должна была… 50% акций должны были быть переданы в апреле прошлого года. Значит, почему на сегодняшний день газеты «Ярмарка» не переданы 50% акций? Да потому что Евгений Анатольевич, как оказалось, никогда и не был акционером этого компании. Следовательно, он получил денежные средства за имущество, которое ему не принадлежало. Ну, в общей сумме он получил порядка 1 млн 850, по-моему, или 1 млн 750, если я не ошибаюсь. Значит, он получил эти денежные средства, он не был акционером, а что вы знаете, продажа чужого имущества, то есть получение денежных средств за чужое имущество. Я, значит, некомпетентен давать оценку. По данному факту в мае месяце нами было направлено соответствующее заявление в Следственный комитет Российской Федерации, который по данному факту, по-моему, проводит проверку сейчас, да. Я думаю, ответ Евгения Анатольевича, да, Душко, вы, значит, видите через средства массовой информации. Если вы посмотрите, активная кампания, значит, в дискредитации Passat Energy началась как раз в конце мая, в начале июня месяца. Спасибо.